Здарова, на связи Шамшурин и это видео посвящено серьезным отношениям. По поводу серьезных отношений, когда девушки говорят мне, вот мне нужны серьезные отношения, ну или то есть что-то, когда разговор заходит о серьезных отношениях, то есть я всегда люблю прикалываться, что серьезные это что? То есть это когда вы не улыбаетесь, это когда вы с такими лицами ходите, то есть или когда вы смотрите Comedy Club или там, не знаю, КВН или Петросяна. А вы сидите и говорите, а тебе смешно? Да, мне смешно, классно, классно. То есть я обычно стебусь, хотя, конечно же, это очень важная составляющая жизни мужчины. И это то, без чего никуда не денешься, то есть деньги, там карьера, бизнес, работа, спорт, это все круто, да. Но это составляющая, которая, скажем, такой бэксайд, то есть то, куда ты должен возвращаться и подпитываться энергией и так далее, то есть серьезные отношения. Зачастую у девушек есть какой-то стереотип, который связан с тем, что чем быстрее будет секс, то есть тем, соответственно, менее серьезные ваши отношения. Но это полный бред и, соответственно, вы будете с этим сталкиваться, с этим возражением. Что с ним делать, об этом сейчас говорить не будем. Я хотел бы, ну я тут накидал несколько пунктов, то есть это очень малая толика из темы серьезных отношений, о которой я бы, как бы хотел бы и хочу, и могу, и когда-нибудь расскажу, а когда именно я скажу об этом в конце видео. Значит, смотри, давай, примерно вот там 8-10 пунктов по поводу того, что важно для того, чтобы с девушкой были крепкие отношения. Значит, первое, начнем с твоей тотальной ответственности. Ты мужчина, поэтому... Девушки, кстати, часто жалуются, что вот мужчина не может взять на себя ответственность, очень много безответствий. Да, так и есть. То есть ты мужчина, поэтому вся ответственность за все на тебе. От и до. От самых мелких каких-то моментов, куда сесть в ресторане, там, я не знаю, какое место занять на парковке, до глобальных моментов, то есть все решения от самых маленьких до ключевых принимаешь ты. Девушка должна себя чувствовать, как за каменной стеной, ну, то есть она должна понимать, что ты за нее решишь какие-то любые вопросы и свои, и ее, и вопросы ее близких, и твоих близких, и так далее. Следующее, второе, это доминирование. Смотри, значит, по поводу доминирования. Доминирование тоже во всем, но первое вытекает, из первого текает второе. То есть ты главный, и этим все сказано. Не надо превращаться в баба-раба. То есть понятно, что когда девушка нравится, когда ты ее там ценишь, когда она тебе, ты в нее влюблен, ее значимость взлетает до небес. Здесь, ну, в прямом смысле слова, усилием воли, нужно сделать так, чтобы как бы ее значимость понизить. То есть даже не то, чтобы понять значимость, а понять, что чем больше ты с ней будешь, вот, не главным, тем больше шансов, что, как бы, она потеряет к тебе интерес, влечение, страсть и все прочее, и все у вас разрушится. Поэтому ты главный во всем, мужик. То есть смотри, естественно, что умные люди говорят, что в отношениях приходится чем-то жертвовать. Согласен, и здесь нужно идти на уступки. Если ты хочешь с этой девушкой семью, или сохранить семью, или создать семью. Но прикол в том, что и это, и идти на уступки можно с позиции сверху. То есть делая это как-то красиво, с достоинством, с гордостью, а не вот, что там, не знаю, хорошо, я сделаю все. Вот у меня действительно есть такой кейс, реальный кейс, когда один мой знакомый чувак, то есть когда мы его позвали пить, ну, допустим, посидеть, что-то выпить, пообщаться, поболтать. Погнали, попьем пиво, Серега. Серега говорит, что хорошо, то есть, ну, только давайте вот тут возле подъезда, чтобы там, не знаю, допустим, назовем ее Танечка, или Машечка, или Мариночка видела. То есть у них в семье такой закон, что он как ребенок выходит к подъезду, и она смотрит на него, соответственно, в окно, она должна его палить. Вот для этого нужно жениться и создавать отношения, не думаю. Следующий пункт – это раскачка по эмоциям. О чем я говорю? Смотри, она должна видеть тебя разным. То есть ты должен быть жестким, целеустремленным в социуме, уверенным, и, ну, часто быть и таким же с ней, но и часто быть нежным, мягким, ласковым, добрым, там, заботливым и так далее. То есть она должна видеть, что ты разный. Плюс отсюда должна быть некая непредсказуемость. То есть не надо воспринимать ее как как-то болезненно, что, типа, если я буду непредсказуемым для своей девушки, значит, я буду, типа, какой-то дебил, она будет меня бояться не доверять, мне не будет доверия, не будет комфорта со мной. Все будет, но ты должен менять модели поведения. Сегодня ты такой, завтра ты такой. То есть понятно, что отношения вообще для того, чтобы тебе было комфортно. То есть это как бы такая плюшка в жизни. И ты должен чувствовать себя самим собой. То есть не надо себя что-то специально строить, но хотя бы периодически об этих пунктах вспоминай. Если ты будешь о них вспоминать хотя бы периодически, соответственно, твои отношения будут крепнуть с каждым днем. То есть они, во всяком случае, не развалятся более долгое время, чем у кого-то другого. Отсюда вытекает четвертый, значит, следующий пункт. Это взаимодействие с четырьмя составляющими, не тремя, а четырьмя даже составляющими женской психики. То есть это женщина-самка, женщина-ребенок, женщина-мать и женщина-друг. То есть, если очень коротко, ну, это позволяет вам влюбить ее в себя, то есть чтобы она испытывала чувства к вам. Следующее, ну, то есть, вернее, здесь еще, для того, чтобы пояснить, значит, женщина-самка, это то, как вы ее, извините за выражение, трахаете, это хороший, качественный секс там, где вы хотите, так, как вы хотите, и тогда, когда вы хотите. Это очень важные моменты. Значит, следующее, это женщина-ребенок, то есть вы ее жалеете, защищаете, спасаете, помогаете, решаете ее проблемы, утешаете, заботитесь и так далее. И женщина-мать, когда вы позволяете ей заботиться о вас, то есть, когда вы позволяете девушке вкладываться в отношения, то есть, вкладываться в свои заботы, в первую очередь. То есть, может быть, даже она, ну, почему бы ей не подарить вам подарок, это нормально. Ненормально это то, когда ты девушке даришь на, там, какой-то праздник, не знаю, золотые какие-нибудь, там, висюльки, там, не знаю, за 200 тысяч рублей, а она тебе, там, не знаю, галстук за 500 рублей. То есть, вот здесь уже стоит призадуматься. Хотя вопрос вообще не в ценах, и не в ценниках, и не в лейблах, но, допустим, как, ну, девушка должна просто так дарить тебе подарки, и ты ей тоже должен дарить. Вернее, даже слово «должен» здесь не самое лучшее, потому что оно как-то должно идти изнутри. Если ей хочется, то она будет это делать. Если тебе хочется, ты будешь это делать. Это очень круто, когда вы друг о друге, друг о друге заботитесь, балуете друг друга. Значит, про хороший, качественный секс я уже сказал. И четвертая составляющая – это женщина-друг. То есть, ты должен с ней быть другом. То есть, изучай ее интересы, изучай ее какие-то повадки, назовем это так, ее черты характера, ее особенности, что она любит, что ей нравится, что ей интересно. Попробуй вместе как-то, ну, сходить с ней на тот фильм, который она любит. Попробуй сходить с ней в театр, на тот спектакль, который она любит. Почитай что-нибудь, что она читает. То есть, чтобы у тебя было, о чем с ней разговаривать. Вовлекай ее в свою действительность, в свою реальность. Вовлекай ее в свой круг общения. Не вовлекай в то, чем увлекаешься ты. То есть, создай из ваших отношений не просто какие-то отношения мужчина-женщина, а как будто бы она твой реально друг. Следующий пункт, значит, смотри, важный момент. Ты должен быть готов в любой момент все бросить и уйти. Вот можешь понимать это как хочешь, но у тебя должен быть такой посыл иногда, когда девушка начинает перегибать, там, не знаю, что-то борщить. То есть, у нее ты должен четко давать ей такой посыл, что если сейчас будет так продолжаться, то я реально могу все бросить и уйти. Тогда она будет тебя беречь, тогда она будет бояться тебя потерять. Следующий пункт, то есть, смотри, должна быть некая нехватка тебя в ее жизни, небольшая нехватка. То есть, не надо воспринимать это так, что ты видишься ей. Смотри, я вообще сейчас говорю о тех отношениях, о той стадии отношений, о том уровне отношений, когда, ну, допустим, когда они только начинаются. То есть, не когда вы уже живете там 500 лет вместе, а когда, например, ну, вот вы еще встречаетесь, но пока еще живете в разных, например, там, плоскостях. Ну, может быть, даже живете вместе, не знаю. Ты смотри, нехватка тебя, это значит, что ей, девушке, должно быть, как бы, охота видеть тебя чуть чаще, чем на самом деле она тебя видит. То есть, у тебя должна быть своя жизнь, свой круг интересов. То есть, такая вот, такой сектор, в который женщина влазить не должна. То есть, там и бизнес, и работа, и карьера, и друзья, и так называемый гараж, и что-то еще. Но, то есть, об этом можно много чего рассказать. То есть, ты в этом секторе интересов пропадаешь периодически так, что она тебя реально хочет видеть чаще. Ты говоришь, у меня есть вот этот сектор, в котором я должен бывать и уделять ему специально много времени. То есть, и без этого никак не получится мне украсть время оттуда и добавить его к тебе. Хотя девушки будут манипулировать всячески вами. То есть, о чем я говорю? Я говорю о том, что не надо доводить до маразма. То есть, у вас все равно должно быть какое-то раздельное существование. То есть, если вы живете вместе, и еще выходите в фитнес-клуб в один и тот же, в одно и то же время, если вы работаете вместе на одной работе, ну, то есть, это уже перебор. У вас все равно должна быть своя жизнь. И желательно, чтобы еще раз, там, тебя в ее жизни немножечко не хватало, чтобы ей хотелось видеть тебя чаще и больше, но вот у тебя есть свои дела. Следующее, значит, никакой ревности. Ревность – это вообще херовая штука, особенно с твоей стороны. То есть, ты показываешь тем самым, что ты боишься ее потерять. То есть, ты лучше словами скажешь, слушай, ты мне очень дорогая, я не хотел бы тебя потерять. Но не надо устраивать истерики. Когда ты устраиваешь какие-то истерики, начинаешь ее контролировать, сюда можно, сюда нельзя. То есть, ты показываешь свою неуверенность в том, что ты самый лучший. То есть, ты должен быть уверен в том, что ты настолько охуенен, извини за мой французский, что Даша куда-то уйдет там тусить на всю ночь, она все равно будет ждать возвращения домой, она придет и вернется всегда только к тебе. То есть, это вопрос о твоей уверенности в себе. Следующее. Общие цели, общие интересы, общие какие-то ценности. То есть, чем больше у вас общего в этом плане, даже может быть есть общий враг или общий какой-то там человек, над которым вы стебетесь, ну, в таком смысле. Это очень круто. Не знаю, может быть, вместе копите на отдых. То есть, ну, естественно, что ты там больше, она там свой какой-то посильный вклад. Может быть, вместе там еще что-то там как бы делаете, то есть, ну, как бы к чему-то, к какой-то цели стремитесь. То есть, у вас должны быть общие цели. Это факт. Значит, сюда же совместное развитие. То есть, да, смотри, еще раз. Например, вы вместе изучаете английский. Например, вы вместе занимаетесь спортом. Но еще раз, вместе это значит, что ни в одном и том же зале, ни в одного и того же преподавателя. То есть, вы это делаете параллельно, как бы, и друг друга подтаскиваете, подбадриваете, подпинываете. То есть, вместе пытаетесь там перейти на здоровое питание или что-то в этом духе. И самое, наверное, важное в конце, что хочу сказать. То есть, смотри, многие совершают такую ошибку, ну, хотя, конечно, ошибкой это не назовешь, наверное, но есть такой факт, да. То есть, когда вы, говоря пикаперскими терминами, проваливаетесь в ЛТР, то есть, long time relationships, то есть, долговременные отношения, вы, как правило, забиваете и забываете про то, что есть еще другие девушки. Я не призываю вас изменять, я не призываю вас заниматься сексом. Но, то есть, когда вы общаетесь с девушкой с позицией сверху, позиция сверху предполагает то, что вы осознаете где-то в глубине души, что у вас есть выбор, что если сейчас она будет меня в чем-то не устраивать и начинает борзеть, моя девушка, то я в любой момент могу пойти и найти себе, там, не знаю, 5, 3, 10 новых. И осознание этого, что вы на это способны, что вы можете преодолеть в себе этот страх знакомства и там заинтересовать и так далее, что вообще клевый парень, оно дает вам ощущение собственной ценности. Это вы будете транслировать в отношениях. И после, вернее, в процессе этой трансляции как бы девушка будет чувствовать, что да, вот, ну, как-то она будет побаиваться вас потерять и будет тоже вкладываться в отношения. Почему происходит вот это баба-рабство и позиции снизу? Ну, потому что, ну, у девушки, если она красивая, у нее есть какой-то выбор, альтернатива, то есть ей все время жизнь подкидывает каких-то потенциальных женихов, а у мужика такого выбора нет, потому что он сыт. И поэтому, как бы, если ты сейчас там, ну, начал заниматься пикапом, вдруг встретил ту самую единственную клевую, ради бога, я очень счастлив, это и есть конечная цель всего этого процесса. Но прикол в том, что я тебе настоятельно рекомендую хотя бы какое-то продолжительное время, не так часто, но просто флиртовать на улице, не знаю, открывать девушек, там, говорить какие-то комплименты мимо идущим, иногда, опять же, в магазине где-то, не знаю, где-то на работе, но то есть в твоей жизни должно присутствовать следующее, что ты должен немножечко флиртовать с другими, чувствовать интерес к себе, не перегибая палку, и периодически открывать просто, ну, там, бесцельно, без телефона, просто поздороваться, пожелать чего-то хорошего, каких-то других девушек, это даст тебе то самое офигенное ощущение. Смотри, на самом деле отношения, это очень крутая тема, очень развернутая, очень большая, очень широкая, обширная. И, ну, здесь вот, видео, формат этого видео не позволяет рассказать много чего, но на самом деле я считаю, что и так я тебе дал сейчас очень много полезных моментов. Я бы хотел, чтобы ты, как бы, просканировал свою жизнь, свои текущие отношения, есть ли или прошлые отношения, есть ли или были ли вот эти пункты учтены в твоих отношениях. А по поводу отношений вообще в целом этой темы, смотри, я буду очень подробно с моими коллегами-тренерами разбирать и рассказывать эту тему на онлайн-тренинге, который стартует 7 апреля. Мы будем заниматься 2 недели, это будет 6 занятий по 3 часа, через 2 дня на 3 в режиме, ну, скажем так, скайп, но это будет не скайп, а специальная вебинарная площадка. То есть это будет онлайн-тренинг, посвященный знакомствам, заинтересованию, преодолению страхов, что говорить, что говорить, если девушка говорит, не знакомлюсь, не даю телефон, как вызванивать, как брать телефон, как приходить на свидание, что делать на свидании. То есть, и, соответственно, все это будет вокруг серьезных отношений. Мы специально решили сделать такой акцент. И будет целое занятие, посвященное отношениям. Плюс будут приглашенные спикеры, которые расскажут тебе про деньги, с их точки зрения, как это важно, и что можно сделать, чтобы сдвинуться с мертвой точки. Про спорт, про тело, и про много чего еще. Это будет очень крутое событие, масштабный онлайн-тренинг, который стартует еще раз, напомню, 7 апреля, и, соответственно, 6-го мы уже закрываем продажи. У тебя для того, чтобы забронировать себе место, осталось меньше трех недель. Кликай по ссылке внизу, которую ты видишь под этим видео, и ждем только тебя. Там будет несколько десятков городов и несколько сотен участников. Все подробности есть, описание программы, что будет в каждой из дней. То есть, все это есть внизу под этим видео. Еще раз жми, записывайся, бронируй себе место, оплачивай, увидимся 7 апреля. Это был Шамшурин. Пока.